Во-первых, я бы не удивлялся, что предложили Нарышкину возглавить. Он среди руководителей государства единственный профессиональный историк по образованию. Это лучше все-таки, чем если бы тем же самым занимался человек без исторического образования, согласитесь. Что касается самой идеи, идея правильная, но очень сложная. Для того, чтобы занять вполне определенную позицию по явлениям истории, надо сначала себя четко позиционировать в политическом пространстве в России. А наше государственное руководство до сих пор как бы плавает слева направо по этому пространству и никак не вербит для себя позиции. То есть я имею в виду, что сначала надо определиться, ты кто? Правый, левый, социал-демократ, консерватор. После этого заказываешь ученым, чтобы они под эту позицию заложили отношение к определенным историческим явлениям. Потому что все равно оно необходимо. Вот говорят, надо учить, так сказать, детей чему? Какому патриотизму? Патриотизм – это любовь к своей стране. Какую вы хотите предложить страну молодежи? Как вы видите ее будущее? А после этого уже оборачиваетесь на прошлое и интерпретируете события. То есть мне кажется, что дело важное, нужное, но очень сложное. Продолжение следует...